Ребята, всем салют! Мы сегодня приехали на Красную Поляну в Горки Молл. Для чего мы приехали в Горки Молл, узнаете буквально чуть-чуть попозже. Разделим выпуск на три части. В первой части я хочу с вами поделиться, что сейчас происходит с горнолыжным сезоном и что с ним будет вообще, что ожидать. Как-то мы ездили в ноябре на розоплата, на флакон, и сказали там, что середина декабря, то есть 15 декабря, спускается горнолыжный сезон, но уже 17 декабря сезон не наступил. Дело в том, что здесь тепло, здесь плюсовая температура. Ночью на следующей неделе должно быть минус три, но снега-то нету. И самое что интересное, что снег-то был. Был прям момент, когда в низине у нас в Америкенке лили дожди, а здесь шел снег. И его выпало достаточно количества. Но он растаял, потому что здесь тепло. И что теперь будет с сезоном, как бы неизвестно. Открытие горнолыжного сезона сейчас перенесли на 25 декабря. Но скорее всего, как они утверждают, что его еще будут продлевать, потому что снега нету. На самых макушках его нету, то есть он не для кантания. Как что будет дальше, как будут дела, ребята, не знаю. Вот записываю этот выпуск. Сегодня, сейчас я вам скажу, сегодня 17 декабря, но что там будет, произойдет, я бы не знаю. Возможно, сегодня-завтра выпадет снежок и будет. Но пока нету. Короче, кто сейчас собирается приехать, о всех прокатах уточняйте, можно ли приехать покатать. Но пока нельзя. А сейчас я хочу вас пригласить во второй эпизод данного выпуска и поделиться с вами, что даже если вы уже купили билеты и сейчас хотите приехать, либо у вас отпуск, я хочу вас познакомить с одним интересным местом, как раз, который находится в горке Молл на третьем этаже. Там плюс 30, ребята, плюс 30. Погнали знакомиться. Погнали знакомиться. Погнали знакомиться. Ребятки, мы приехали в горке Молл для того, чтобы попасть в плюс 30. Мы идем в аквапарк. Всем составом будем вам показывать, что там есть, рассказывать, как и что. И заодно небольшая экскурсия по Молл. Мы идем с вами в аквапарк песочный, наслаждаться летом. Погнали. Так, на этом месте мы с Настенькой прощаемся, пока. И идем с пацанами, может, скоро идем. Пошли, пацаны, подходите. Ну вот мы переоделись. Слушайте, вот такая здесь душевая. Туалеты. Все достаточно кайфовенько. Погнали купаться. Так, ну смотрите, здесь есть такая зона, бар. Большой, видимо, кинотеатр. По сожалению, пока зона аквапарка самого закрыта. Блин, но вскоре будет открыто. Кайфово. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь горок. Слушайте, ну это более чем достаточно. Вот такой вот классный пляжик. Качельки. Детская. Игровая зона. В общем, сюда можно приезжать, залипать вообще на целый день. В прайсе я вам прикрепил, что сколько стоит. Ну и родители купаются, дети играют. Смотрите, как классно. Столики. Развивашки. Вот так вот видите. Вот, небольшая, но все равно классная. Все это вот в таком вот песочке. Вот так вот видите. Класс. Детский бассейн с горкой. Вот откуда могут как раз детки прямо сейчас покататься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также, ребята, здесь есть большой бассейн, сколько метров, не знаю, глубина метр четыре, чтобы взрослые могли не поплавать. И вот такие вот бунгало предусмотрены, ну, слушайте, кайфово, достаточно много лежаков, волейбольная площадка, в центре стоит джакузи, ну и, соответственно, вон там дальше бассейн с волной. Класс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, я надеюсь, что в следующий раз, когда мы сюда приедем, здесь будет работать этот аквапарк, потому что я лично очень люблю эти горки. Вот, смотрите, первая, да, такая петляющая. Далее, что тут есть? Пройдемся с вами прям по каждой горке. Дальше, ну, такая оранжевая, назовем ее детская. Синяя такая с покрутасами и закрытая труба. Дальше есть красная, да, такая, блин, ну, клево. И тройная, вот, с пацанами там прям скатится. А вот это вообще закрученное прям. Да, клевенько. Новогодняя атмосферка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая, друзья, волейбольная площадочка, прям напротив волны. И вот, кстати, ребята, вот в этом бассейне, да, который как волна называется, здесь очень удобно, даже детям понятно, что глубина 0,5, глубина метр. И вот давайте зайдем на метр, посмотрим. Вот, видите, мне вот так. Смотрите, глубина 1,4, видите? И мне вот так. Вот, то есть достаточно понятно, да, для детишек, какая здесь глубина. Вон они. Вот именно этот эффект я хотел вам показать. Смотрите, вот включили волну. Не знаю, какие здесь уровни она бывает, но деткам достаточно. Ну и начали где-то это. Дорогие друзья, коль мы с вами оказались в столь кайфовом месте, я хочу вам еще показать пару ништяков, которые здесь есть. Давайте посмотрим. Смотрите, возле этой волны есть массажные залы, где вы можете получить релакс. И еще есть, ребятки, душевая. Ладно, я шучу, здесь есть сауна. Вот так это все выглядит. Одна сауна пока не работает, вторая работает. Так, тут темно. Деревянная, классная, кайфово пахнет. Так, мы с вами туда не пойдем. Но смысл вам понятен, я думаю. Да. Вот с таким вот видом, ребят, на горы. Правда, горы сегодня затянуты в тумане. Вот такая тут атмосфера. Обязательно приезжайте и отдыхайте. Здесь кайфово нами проверено, ребят. Ребятки, это было великолепно. Мы, короче, кайфанули, нам понравилось. Поэтому мы прям смело можем рекомендовать это место, если вы приезжаете на поляну. И замужли немножко. Надо приходить сюда. Здесь плюс 30 вода, плюс 30. И купайтесь, наслаждайтесь. А сейчас мы с вами перейдем к следующей теме этого выпуска. Погнали. Ну, а завершим этот выпуск, ребята, таким достаточно неприятным моментом. В чем он неприятен? Вы наверняка помните события весны, когда все приезжие сюда, в Сочи, помещались в обсерватор на две недели. Сначала он был бесплатный, все прошарили, ехали, две недели тусовались бесплатно, их кормили, обеспечивали жильем. И после двух недель они продолжали здесь отдыхать. Потом все изменилось. И сейчас, ребята, самое, что мы узнали, и такое шоковое событие, так это то, что снова в Сочи открываются обсерваторы. В Сочи оно не будет закрываться, но обсерваторы открываются. Для кого они будут? Для тех людей, кто по приезду, либо по прилету, у него проверят температуру, и будет подозрение, что с ним что-то не так, его сразу же в обсерватор на две недели. Единственное, пока нету понимания, будет он платный, либо он будет бесплатный, но смысл того, то, что теперь снова эта история будет, это факт. Поэтому, ребята, прежде чем поехать, покататься, вам нужно убедиться в том, что у вас нет никаких признаков. Как заявляют власти Краснодарского края, отказываться от горнолыжного сезона они не собираются. Единственное, что может спугнуть, это непогода. Непогода именно в том плане, что будет тепло, аномально тепло здесь, и снега не будет. Но здесь до сих пор плюс 10. Как говорят местные, это самый теплый декабрь, который вообще здесь был. Хоть люди ходят раздеты, это тупо мы, знаете, взяли, короче, утеплились, купили шапки, куртки, и сюда приехали, чтобы подольше погулять. Но в целом, здесь очень-очень тепло, снега нету. Ну, что-то там дождик моросит, а снега нет. Обсерваторы открываются, забыл сказать, с 1 января. Соответственно, в этот промежуток времени, в новогодние праздники, здесь, как всегда, планируется самый пик туристов. Но будет ли он, пока тоже непонятно. Если снега не будет, то как бы их и не будет, наверное, потому что, да, зимой приезжают люди в основном катать. Но будьте обязательно внимательны. Не важно, приедете вы в низину либо на верхушку, вам обязательно проверят температуру, будет признаков, уедете в обсерватор. Все, ребятки, я всем с вами поделился. Ставьте лайк выпуску, если зашло. Делитесь этим выпуском, подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, жирный-жирный лайк и колокольчик. Все, ребят, пока!